Здравствуйте дорогие зрители, на связи IT-дистрикт и сегодня я вам хочу рассказать о некоторых новостях. Итак, первая новость, почему я сейчас не выкладываю видео на канале. Дело в том, что сейчас я полностью занимаюсь курсом WordPress Академии. Дело в том, что это как бы онлайн курс, на котором каждый день поочередно открываются все новые-новые уроки. Я что-то меняю, что-то дополняю, смотрю, как это лучше все сделать и вкладываю новые уроки. Плюс у меня свои еще проекты есть. И в общем, сегодня я хотел вам рассказать о том, что, какие новости у нас в WordPress Академии. Буквально сегодня открылся шестой блок социальной сети. Я просто хочу вам рассказать, о чем в принципе этот блок. Значит, в первом уроке мы разобрали создание социальных кнопок иконок. То есть я показал, как создать социальную кнопку иконку, то есть кнопку, при клике по которой происходит переадресация на вашу социальную сеть. Я показал, какая сейчас проблема есть со всеми плагинами, как ее поставить вручную. Дал ссылку на сервис с иконками, то есть вот фонд Аверсом. И показал, как это все делается, как это можно ставить через код, как можно редактировать свой код, как можно еще дополнять его, как можно редактировать дизайн этих иконок. То есть такой вот динамичный способ. В следующем уроке я также рассказал, как создать социальные кнопки, но уже не в качестве иконок, а в качестве изображения. То есть рассказал, где можно взять классные иконки, на каких сервисах. Я рассказал, вот если мы хотим взять именно изображение, как с этим изображением поработать, именно в том ключе, чтобы сделать из него социальную кнопку и как правильно поставить ссылку на отображение загруженного изображения. Это очень важно. Потом я рассказал о нюансах подключения социальных кнопок на WhatsApp, Viber и Telegram. Ведь, допустим, кнопка WhatsApp при клике по этой кнопке не должно происходить переадресация, а должен именно создаваться чат. То есть это тоже отдельная история. В общем, это три соцсети, которые именно заточены именно на такой функционал. Я рассказал, как именно сделать это там. Также рассказал, как размещать социальные кнопки в шапке сайта, в подвале сайта, на страницах, в сайтбаре. Немного затронул тематику интернет-магазинов, как вставлять карточки товаров. Но, опять же, все это будет рассмотрено еще в отдельном блоке по поводу интернет-магазинов. И также в этот блок завершил урок создания именно социальных кнопок для расшаривания. То есть вы можете делиться своими страницами, товарами или записями, то есть постами в социальных сетях. Для этого тоже используются специальные кнопки для расшаривания. И для примера, допустим, форма обратной связи. Вот буквально на прошлой неделе открылся блок. Я рассказал о том, как создать стандартную форму на vpforms плагине. Я рассказал, как создать форму на контакт форм 7 на бетном плагине. Как создать простое всплывающее окно, то есть стандартное. Как создать кнопку для вызова от расплывающего окна с формой. Я рассказал, как создать автоматическое всплывающее окно. Это такое, знаете, окно, которое запускается через несколько секунд после того, как клиент зашел на ваш сайт. То есть, допустим, это либо информация о подписке, либо о том, где требует от вас подтверждение, что вам есть, например, 18 лет. И я также рассказал, как сделать вложенные всплывающие окна. Ну, то есть, когда вы приходите к окну, вам нужно ответить «да» или «нет». Если вы отвечаете «да», то запускается второе всплывающее окно. Если нет, то окно должно закрываться. Также рассказал, как создавать кнопки, как создать свою кастомную кнопку для закрытия этого всплывающего окна. Ну, и в конце этого домашнее задание нужно было создать на странице 5 кнопок. Ну, то есть, по каждому видео вы должны закрепить свои знания с помощью домашнего задания. Ну, и, кстати, в социальных сетях, также там в блоке «Социальные сети» там также идет проверка домашнего задания. Нужно создавать кнопки-иконки из кнопки изображения. Ну, в общем, каждый материал закрепляется. Также из интересного я рассказал в третьем блоке, например, нюансы по созданию логотипов, по созданию баннера в фотошопе, по созданию баннера слайдера и по созданию непосредственно слайдера. И также вы должны были выполнить домашнее задание. Из интересного такого, что я еще раз сделал был блог, где я сделал обзор всей системы WordPress. Да, это у нас получается второй блок. В четвертом блоке темы и плагины я, например, рассказал от всех подводных камнях тем оформления плагин, дал список самых лучших и том, как вообще стоит работать с темами и плагинами. Ну и в первом блоке я развеялся и мифы, рассказал на самом деле всю правду о хостингах и доменах и как вас запутывают и обманывают многие-многие блогеры. Буквально на следующей неделе откроется уже понедельник. То есть, получается, это 10 августа будет откроется навигационное меню. Блог с навигационным меню. Там я расскажу, как создать обычное навигационное меню, вложенное навигационное меню. социально-навигационное меню, то есть с иконками, ссылками на соцсети. Расскажу, как создавать навигационное меню с категориями товаров, как создавать свое кастомное навигационное меню, как подключать иконки к навигационному меню. И самое интересное, расскажу, как создать навигационное меню, при котором, например, при наведении на пункт каталог отображаются сразу все категории или отображается список категорий, а справа можно выводить фото галерею какого-нибудь популярного товара. То есть я вот такие вещи расскажу, да, ну и дальше, дальше по блокам пойдем все дальше и дальше. Будет всего 21 блока, последний блок будет скорость работы сайта. Еще я хочу дополнить информацию, допустим, если у вас какая-то тема оформления или у вас нет виджет-зоны для подвала сайта. Бывает такое редко, но бывает, что нет вообще виджет-зоны вместо для подвала сайта. Я расскажу, как самому создать эту виджет-зону. Есть один хитрый плагин, с помощью которого можно это все сделать. В общем, такие дела, такие новости. Если вы еще не записались в эту программу, то смело записывайтесь, потому что это самый качественный продукт, который у меня был. И на самом деле это будет последний мой курс на канале, на этом канале. И на самом деле это будет последний курс по созданию сайтов. Вообще больше не будет никаких курсов по созданию сайтов, поэтому я решил сделать этот курс самый глобальный. Здесь есть все. После этого курса вас нечему, некому будет даже, не надо будет учить. Вы станете полным профессионалом. И да, это будет мой последний курс по тематике создания сайтов. С сентября месяца будет смена тематики на канале. Это будут только исключительно мобильные приложения, потому что сфера создания сайтов мне уже не особо интересна. И будет чисто мобильная разработка, потому что я хочу двигаться и развиваться уже в дальнейшем в тематике мобильных приложений. И что это будет? Это, во-первых, будет именно информация о мобильных приложениях именно для бизнеса, именно для оффлайн бизнеса, не для онлайн бизнеса, а именно для оффлайн бизнеса. Потому что это ниша, которая, вернее, это просто сфера деятельности, которая мало охвачена, которая мало освещается. А на самом деле это несправедливо, она заслуживает очень большого внимания. И также у меня будут закрытые курсы для тех, кто хочет научиться разработке под андроид приложений. Будут правильные, нормальные курсы, не те, которые сейчас есть, не которые продают, после которых якобы вас планируют научить старту какому-то в андроиде, но по факту вы даже не можете с теми знаниями написать андроид приложение, потому что вас даже не знакомят с базами данных. А у меня будут именно курсы, где будут и правильная архитектура, и правильные компоненты, и правильное соотношение активити, и фрагментов, и базы данных, вплоть до серверной базы данных MySQL, и местная локальная база данных Room. То есть будет все это сделано. В общем, сейчас до сентября в открытом доступе, скорее всего, на 80% не будут выходить никакие видео. Сентября все дико будет очень сильно меняться по тематике. До сентября я планирую, наверное, все-таки до конца сентября будет, если так почитать, что каждый блок где-то занимает неделю. Но вот есть маленькие блоки, дальше пойдут страницы контакты, личный кабинет. Но я думаю, где-то в середине, кто сейчас, допустим, сегодня впишется в курс, то в конце сентября, возможно, он пройдет этот весь курс, потому что курс глобальный, и он очень серьезный, этот курс, в профессиональном смысле. Стоимость курса сейчас 2000 рублей, так что записывайтесь. Ну и я думаю, какие-то новости я еще буду по курсу выходить в эфир, рассказывать. Ну а прям так, чтобы обучающих в открытом доступе уроков до сентября не будет. Ну все, на связи был IT District. До встречи в следующих видео.